Мы сегодня будем заплетать мне де-косы Из одного во второй в третий У меня здесь на висках не больше двух сантиметров Собрать в плотную-плотную косичку Всем приветики! Меня зовут Кото И сегодня Леша из Брейдвей будет делать мне мою новую прическу Вам, наверное, интересно, куда делись мои дреды И когда я уже успела перекраситься Если хотите знать об этом подробнее, заходите в мой инстаграм Там есть два видосика на эту тему Мы сегодня будем заплетать мне де-косы, де-дреды Такой вот небольшой гибрид И для начала Леша очень круто смешал цвета Леша, расскажи, пожалуйста, как ты это сделал? Ну, на самом деле здесь работают простые законы колористики Мы можем соединять три цвета таким образом Чтобы сделать красивый градиентный переход Из одного во второй в третий То есть тройной переход цвета с изменением количества материалов Создает офигительные градиенты И вся хитрость заключается в использовании разных длинг конеколона Оранжевый покороче, розовый подлиннее и самый длинный белый создали нам этот градиент Хотя в чистом виде они просто выглядят очень яркими чистыми цветами Из материала мы заранее сделали вот такие вот прекрасные заготовочки У нас здесь есть де-дреды, есть обычные косички Есть даже парочка синегальских И такие текстурные косы Они у нас специально разного диаметра и разной толщины И очень легкие по весу, что очень важно для меня У меня на висках и на затылке было сбрито все И как вы видите, у меня здесь достаточно короткие волосы Честно говоря, не представляю, как Леша сейчас будет это все приплетать сюда Все смогу Все сможешь Посмотрите, у меня здесь на висках не больше двух сантиметров Леша уже заплел сюда Какой у тебя стаж? Я 12 лет занимаюсь афроплетениями И на самом деле начинал я заниматься афроплетениями Конкретно с того, что моя бывшая девушка попросила А помоги мне сайт сделать по африкосичкам И как бы мы сделали И тут же появляется первый клиент, который прям требовательный И она уже подходит ко мне с просьбой не о том, чтобы сайт сделать А о том, что давай ты будешь плести со мной Вот так началась моя карьера То есть не было такого, что ты родился и такой Я хочу стать мастером по брейдингу Я вам больше скажу, я же самое смешное на всех форумах Еще с тех времен Обсуждение того, что я металлург-парикмахер В смысле, мое первое образование, высшее образование, металлургическое Второе, переводчик Также еще я и военный Ремонт арт-вооружения, это мое третье образование И только потом, так уже сложилось, что я познакомился со своей бывшей девушкой С которой мы начали этим всем заниматься И вы начали плести Да, и мы начали вместе плести Я, кстати говоря, не собиралась в ближайшее время расплетать свои дреды Но когда я узнала, что Леша прилетает в Москву Я поняла, что это просто судьба Для тех, кто не знает, Леша из Красноярска Леша, расскажи про студию свою Да, у нас в Красноярске своя студия по афроплетениям и яркому окрашиванию Мы занимаемся этим совместно с женой И создали огромную команду, большую студию Где люди могут не только заплестись, но и покрасить волосы в яркий-яркий цвет А еще они обучают, между прочим Да, и в Москве мы сейчас не просто так У нас проходят мастер-классы С мастер-классами по афроплетениям мы ездим по всей стране И, естественно, мы не можем обделить этим Москву Поэтому чаще всего мы бываем именно здесь, в Москве Потому что спрос огромный Все хотят уметь плести Я еще хочу вам сказать, что я лично была на мастер-классе у ребят по боксерским косичкам И должна сказать, что они очень круто обучаются Они дают очень много информации И они очень дотошны в плане плетения Поэтому, если вы хотите круто и качественно научиться плести все, что угодно Обращайтесь к ребятам Вот серьезно, рекомендую Леша, расскажи, что ты чаще всего заплетаешь Чаще всего я обожаю заплетать брейды Брейды Это самая любимая наша часть работы Также одно из самых любимых афроплетений Очень интересно оно относится к афроплетениям Но суть в том, что делается оно именно афроплетением Это наращивание волос искусственным материалом Афро-наращивание, грубо говоря, да? Точечное афро-наращивание, мы его называем И также третье, наверное, по популярности мною любимая прическа Это афро-косички Как классический вариант, так и современный бокс-брейд А, ну и да, натуральные дреды Это прямо самое-самое топовое, что сейчас пользуются С популярностью в нашей студии Я один не справляюсь с потоком Сейчас ищу себе помощь, чтобы прямо огромное количество людей Могли ходить с дредами К тому же я запустил новую моду на огромное количество дред То есть это не 50-60 дред, это 150-160 дред Чтобы они были максимально тоненькие Тонюсенькие, напоминали просто как волосы Волосы, но у кладка, но из своих волос Интересно, интересно, кажется, я выбрала себе следующую прическу И вот мы заплели первый ряд на очень короткие волосы Их можно там даже замерить в пальцах В попугаях, два попугая А как я вообще понял, что на такую длину я могу заплетать волосы? Для этого у меня есть целая история На самом деле все произошло сумбурно, случайно, как и всегда Пришел молодой человек, говорит, хочу дреды, да я дреды приплюсти Какая длина волос? Да длинная там, с ладонь буквально Приходит, а у него реально с ладонь буквально только вот на макушке Все остальное, в том числе даже челка, в районе, ну, трех сантиметров Напрямую ему сказал, без проблем, мы плетем, но ты согласен на то, что они отвалятся у тебя завтра Отлично Он говорит, без проблем, мне главное, чтобы увидеть себя в дредах Ну и по итогу он проходил два месяца, ни одного дреда не отвалилось И, собственно, таким образом я понял, что и три сантиметра это вполне себе такая длина Чтобы заплести дреды Но далеко не все мастера могут заплетать на три сантиметра Потому что я, например, не могу себе этого позволить Но это все-таки опыт, это цепкость пальцев и так далее Все-таки 12 лет не просто так 12 лет на то и 12 лет, чтобы можно было и такую длину собрать в косичку Сейчас мы будем заплетать вот эти еще более короткие волосы, чем которые были здесь Но подробности показывать будет сложно, потому что слишком мелкая моторика Мне буквально нужно сделать один оборот вокруг дреда и дальше все это закреплять Поэтому саму технику плетения мы с вами рассмотрим подробно на более длинных волосах на макушке На хохолке На хохолке Пока Леша заплетает затылок, хочу рассказать вам, какие преимущества имеет данная прическа Потому что наверняка вы меня спросите, почему я выбрала ДЕ-кусы, а не обычные афрокосички Давайте разберемся, чем же они у нас отличаются Такие косички будут намного легче по весу То есть, кому интересно, здесь вес данной прически 360 грамм Я лично вчера их взвешивала Второй момент, то что такая прическа будет делаться намного быстрее То есть, в среднем у нас идет сколько, Леша? В десяти Да, соответственно, время заплетения сокращается в два раза точно И третий момент, который очень классный, это то, что такие косички вы можете использовать много раз То есть, если афрокос вы заплетаете и через два месяца вам нужно будет их срезать, чтобы расплести Такие заготовки вы сможете использовать неоднократно, поэтому это очень выгодно И вот, наконец-то, я могу показать, как именно мы приплетаем ДЕ-дреды к своим волосам ДЕ-косы, ДЕ-дреды Все достаточно просто Мы должны взять квадратик и разделить его пополам Не по диагонали, а ровно пополам И начать плести косичку, которая называется полувосьмерка Вы всего лишь оплетаете косичку с одной стороны Косичку или дред А с другой стороны пересекаете прядочку И новой прядочкой оплетаете с другой стороны Но здесь очень важно добавить закрепление То есть, ниточку заранее, перед тем, как вы будете доплетать косичку до конца Чтобы вам именно этой ниткой можно было убрать кончики волос Собрать в плотную-плотную косичку, чтобы она выглядела ровненькой и аккуратненькой У меня сразу вопрос Если волосы длинные, на каком этапе длины при заплетении ты добавляешь ниточку? Всегда добавляется нитка примерно за 10 см до конца своих волос Чтобы не сползала Тогда она не сползет, тогда она будет плотно держать волосы в косичке К тому же нитка добавляется длиннее, чем свои волосы Для того, чтобы можно было эти волосы, которые начинают выбиваться, подняться ниткой и обмотать Обмотать этой же косичкой, чтобы они были плотно-плотно собраны и не торчали за пределы самой косички Я такую прическу делаю впервые и у меня еще такой вопрос Сколько косичек должно быть на голове? Это очень-очень сильно зависит от того, что ты именно хотела бы Пара-пара-пам! В среднем все-таки нужно сделать от 40 до 60 ДЕ кос или ДЕ дред Для того, чтобы это смотрелось густо и красиво То есть, если мы сравниваем такую прическу со стандартными ДЕшками, которые чаще всего заплетают 40-45 штук То здесь они получаются потоньше и погуще, правильно? Здесь нужно сделать погуще, чтобы это смотрелось пообъемнее, да, пообъемнее, по-воздушнее Добавляем обязательно ниточку за 10 примерно сантиметров до конца волос С чего начинаем плести С одной стороны откручивать, с другой стороны пересекать Обязательно сохраняем небольшую линию ненатянутой, чтобы был небольшой ход Если вы вплетете прямо в мозг, человек будет очень сильно страдать Дальше мы плетем, пока у нас не закончатся свои волосы Обязательно нужно делать заготовки под цвет своих волос? Не обязательно можно соединять переходом Можно добавлять нитки одновременно под цвет своих волос И под цвет дреда или косички Получается легкий такой брешный переход Ну и в принципе иногда очень неплохо смотрятся белые косые или дреды Прямо на черные волосы при правильном вплетении Создается глубина такая, очень интересно смотрится Главное правильно распределить и красиво все заплести Очень важно вот эти вот каждый тоненький волосочек Собрать ниточкой косичку и подняться немножечко наверх и зафиксировать все плотненько После чего уже спускаться обратно вниз и в этом месте уже закреплять нитку простыми узлами Пользую, которая крепится двойным узлом, фиксируется еще одним узлом После чего нам не нужно ничего прошивать, мы просто убираем ниточку Мы закончили заплетение, вот что у нас сегодня получилось Леша, расскажи, что ты здесь делал? Мы целенаправленно создали большой-большой-большой объем у макушки Чтобы это аккуратно и медленно приходило вместе с градиентом Тонкие аккуратненькие кончики с эффектом живого кончика Именно поэтому градиент подчеркнутый объемом создает такой невероятно нежный эффект облачка Я теперь принцесс Пупырк А больше Лешиных работ вы можете посмотреть у них в инстаграме Интересуйтесь сложными работами, интересными работами И создавайте самые-самые новые, невероятные, интересные Напоследок скажу, если вы хотите научиться круто плести косички дреда Вы знаете, что делать Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал Меняйтесь, улыбайтесь Я такой впервые Я такая впервые Вот и настал этот прекрасный день Мы с Лешей из Брэдвэй делаем сегодня новую прическу А Ромка снимает новое видео на канал